Единица хранения Единица хранения Та осень девятнадцатого года была удивительна, ни на что не похожа. Грозная, страшная осень даже в природе. Метели начались в октябре. Все задувало, заносило, рвало, разбрасывало. Погибала в свисте в юг вековая Россия. Как описать, что сказать о сердцах наших в те дни? Чем выразить глубину отчаяния? Разве плачем на реках Павелонских? Когда Деникин повернул от Орла вниз на юг, всем стало ясно, что спасения нет. А в самом начале ноября из Москвы пришли еще более страшные вести. На то же Калетниковское кладбище, где лежали уже Щепкин и Астровы, и Алферовы, привезли сотни расстрелянных юношей. Они легли рядом, тоже в братских могилах. Первое время стояли над могилами кресты. А потом все ушло. Теперь спортивные команды, разные футболисты попирают узловатыми ногами останки наших мучеников. Здравствуйте! Это подкаст «Единица хранения» и я, Анна Марголес. Только что мы услышали отрывок из дневника писателя Серебряного века, а впоследствии эмигранта Бориса Зайцева. А в середине 20-х годов он же написал роман «Золотой узор», в котором описал поиск могилы своего недавно убитого пасынка на Калетниковском кладбище в Москве. Это не столько художественная литература, хотя и она тоже, сколько историческое свидетельство. О том, что здесь в братских могилах хоронили расстрелянных, свидетельствовал не только Борис Зайцев. На странице нашего мемориальского проекта «Это прямо здесь», рассказывающего о топографии террора в Москве, среди множества других точек, связанных с репрессиями, есть и Калетниковское кладбище. Там приведено и другое доказательство. В протоколах заседаний коллегии отдела погребально-санитарных мероприятий сохранилась информация об оплате сверхурочных работ на Калетниковском кладбище. Сверхурочные работы связаны с подготовкой, цитирую, «братских могил для трупов ВЧК и МЧК, доставляемых из морга Яусской больницы». Все эти протоколы хранятся в архиве ЦГОМО, Центрального архива Московской области. Наш сегодняшний собеседник... Петр Георгиевич Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ. Он рассказал нам, где еще можно узнать о жертвах красного террора, похороненных на Калетниковском кладбище, и почему, собственно, его интересует эта тема. Я занимаюсь изучением истории религии в России в XIX и XX веках. Достаточно давно работаю в разных российских архивах. Помимо своей основной темы, разрабатываю целый ряд других тем, меня интересующих. Есть несколько документальных свидетельств, мемуарных, которые сообщают о том, что в Калетниках хоронили расстрелянных, причем достаточно долго, потому что есть свидетельства начала 20-х годов, ну или там 18-го, 19-го, 20-го, есть свидетельства, относящиеся к 30-м годам. Я собираюсь все это собрать. Я думаю, что, наверное, можно будет обновить сведения на топографии террора, потому что те цитаты, которые я нашел, их там нет. Я думаю, что это пригодится. А из каких источников ты знаешь о погребениях на Калетниковском кладбище в первые годы после революции? Так сходу вспоминаю, что есть три, а даже четыре получается, потому что есть упоминания у Поломорчука, по-моему, это должно быть там, где статья о церкви на Калетниковском кладбище. Он ссылается на такой устный рассказ кого-то, по-моему, из семьи Найденовых. И для него это важно, потому что он там использует активно фотографии из известного вот этого Найденовского альбома. Кажется, кто-то из их близких был расстрелян тогда во время Красного террора и рассказывали, что им разрешили туда прийти и найти его тело. И что вроде как там все было отцеплено, но вот им дали пропуск, но они не смогли, потому что они видели несколько сотен покойников, не нашли его среди них и уже не было сил. Уже они поняли, что они не выдерживают этого зрелища, они не смогли его отыскать. Что-то такое вот просто вспоминается. Белая гвардия, когда это читаешь. Второе свидетельство – это воспоминания такого московского художника Алексея Глебовича Смирнова. Вообще в целом очень интересные воспоминания. Ну и он рассказывает о том, что в самом начале 60-х годов, будучи совсем молодым человеком, он реставрировал живопись в церкви в Калитниках. И были вот эти разговоры про то, что на кладбище хранили репрессированных. И он спросил, как он пишет, настоятеля грузного старика, бывшего обновленца. Этот разговор был в алтаре. И когда он его спросил, настоятель оглянулся вокруг, матерно выругался и сказал, да, правда, я тут с 1938 года служу, сам видел. Но он не называет имени, но, вне всякого сомнения, это отец Игорь Малюшицкий, такой старый московский протеерей, который действительно успел поучаствовать в обновленческом расколе. Это вот, соответственно, второе свидетельство. Третье свидетельство – это дама, которую я знал лично, уже на непокойное, к сожалению, это сокурсница и подруга моей бабушки Ольги Николаевны Чистяковой, Ирина Николаевна Крюкова. В детстве они жили с родителями там, неподалеку, где-то в окрестностях Спасской заставы, которую, соответственно, потом назвали Обельмановской. И она рассказывала, как они с друзьями, мальчишками, где-то там гуляли, бегали. И вот один раз они очень взволнованно ей сказали, что вот мы тебе хотим что-то показать. Привили на окраину кладбища, где, соответственно, были явно какие-то свежие братские могилы. И вот они сказали, что видели, как приезжали машины оттуда, вытаскивали трупы и вот там закапывали. Эти воспоминания опубликованы в «Науке и жизни». Это вот тоже я найду этот номер, обязательно эту цитату дам. Это, получается, третье, да, уже свидетельство. И четвертое свидетельство, это устное свидетельство одной родственницы моей жены. Она там жила очень долго, неподалеку, и вот рассказывала, что ей ее соседка. Тарушка вот тоже говорила об этом же. Но теоретически, я думаю, что можно попробовать какое-то интервью небольшое с ней записать об этом. То есть буквально сотни погибших людей лежат не в лесу каком-то, а на московском кладбище, и это вообще там никак не обозначено? Никаких досок нет, но в конторе, разумеется, тоже никаких сведений нет. Я не проверял, но это и так понятно. Нет, памятных знаков нет. Там из таких вот общих, по-моему, там есть памяти умерших от ран во время войны солдат и офицеров. Там вот какие-то такие могилы есть тоже. Он там около церкви, прямо вот ранен, ближе к колокольне. В общем, понятно, факты и свидетельства есть, но какого-либо знака нету. Хотя, впрочем, не слишком удивительно. Я занимаюсь изучением семейной истории. И мне в этом смысле повезло, потому что все мои старшие родственники всегда к семейной истории относились очень бережно, очень трепетно и с большим интересом. Сохранилось достаточно много документов, фотографий. В памяти сохранилось достаточно много рассказов. Я стал это все систематизировать и по возможности стараться как-то дополнять те сведения, которые уже у нас были. Ну, в данном случае речь идет о моем пропадеде Виссарионе Михеевиче Ламзине. Он был жандармским генералом и погиб во время красного террора. Его расстреляли в сентябре 1918 года. Ну и вот, собственно, если говорить о задаче, возникла мысль, во-первых, попробовать разузнать, сохранились ли какие-то архивные материалы относительно его ареста и относительно ареста тех, кто вместе с ним был расстрелян. Вообще, я знаю, что довольно плохо красный террор документирован, но все-таки хотелось бы попробовать. Ну и, кроме того, вторая возникла мысль у меня и у моего родственника, моего дядюшки Виссариона Игоревича Лявдина. Это, соответственно, правнук Виссариона Михеевича, и он носит его имя, назван в честь прадеда. Вот у нас с ним возникла идея поставить вопрос о какой-нибудь мемориальной доске на Калитниковском кладбище, где по семейному преданию Виссарион Михеевич был похоронен вместе с другими жертвами террора. А много ли вообще тебе о нем известно? Да, это отец Варвары Виссарионны Ламзиной, соответственно, моей прабабушки. И по семейным преданиям о Виссарионе Михеиче известно довольно много, потому что прабабушка очень бережно хранила память о нем и очень много рассказывала. Поэтому, собственно, Виссарион Михеевич для нас, для всех, это фигура вполне живая. Это не какой-то предок, о существовании которого я узнал исключительно из архивных материалов, но это человек, живой образ которого мне очень легко себе представить. Я знаю много мелких деталей о нем, о его жизни, о каких-то его привычках. Ну и, кроме того, благодаря Варваре Виссарионе сохранился его архив. Насколько я понимаю, он сохранился полностью. Ну, по крайней мере, она сохранила все то, что у него было к моменту ареста и гибели. Она родилась в 1895 году. Она его самая младшая дочь. Вообще у него было пять дочерей. И, соответственно, ей было 23 года в тот момент. Сохранилось все. У меня даже есть идея составить такую настоящую архивную опись, потому что, конечно, прежде всего самому будет легче с этим работать. Но есть, например, его метрическое свидетельство, свидетельство о крещении. Есть документы о его учебе в уездном училище в Бахмуте. Есть совершенно замечательная, как он сам подписал, память детства, карта Европы в школьные годы. По заданию школьному нарисованная им от руки. Есть довольно много фотографий. Причем, например, есть фотографии, сделанные во время русско-турецкой войны. Он участвовал в ней. Насколько я знаю, это довольно уникально. Таких фотографий в принципе сохранилось достаточно мало. Но и более позднего периода много фотографий. Есть некоторые его письма, вот тоже, соответственно, более позднего времени. Есть замечательный дневник, который он вел во время русско-турецкой войны. Частично он даже был опубликован. Была такая журнальная публикация в самом начале 90-х годов. Но, правда, только частично. И, к сожалению, с некоторой правкой стилистической, что, конечно, нежелательно для исторического документа. Публиковал, вот, собственно, Виссарион Игоревич Алявдин, мой дядюшка. И есть еще дневник поздний. Дневник, соответственно, который он вел в последние годы жизни. И последняя запись в этом дневнике буквально за два месяца до гибели. Это, соответственно, запись об убийстве Мирбаха. Вот он пишет «Еще одна человеческая жестокость убийства германского посла Мирбаха. И еще жестокость новая междоусобица. Для чего и кому это нужно?» Вот это последняя запись в его дневнике. Дневник сохранился в семейном архиве, да? Да, вот дневник хранится у моего дяди. Остальные документы у меня. Но еще есть некоторые фотографии. Ну и среди вот этих документов нашего домашнего архива есть одно свидетельство, собственно, о его аресте и гибели. Это молитвослов, который был у него с собой в момент ареста. И, как рассказывала прабабушка, вместе с ним в одной камере сидел рабочий, которого через несколько дней отпустили. И вот, когда его отпустили, Весун Михеевич отдал ему этот молитвослов и написал на нем. Здесь, видимо, еще раньше пером, чернилами было написано В.М. Ламзин. И его адрес – Москва, Уланский переулок, дом 19, квартира 20. А карандашом он приписал адрес моих детей, по которому прошу доставить. И в скобках указал пометки эти, сделанные в Бутырской тюрьме 25-го, 12-го по старому стилю августа 1918 года. Но это вот такое последнее о нем известие. А 8-го сентября он был расстрелян. И есть еще один документ, это машинописная копия справки, которая была выдана Надежде Виссарионе, старшей сестре Варвары. Виссарионе – это справка из ВЧК, в которой сообщалось, что он расстрелян как враг трудового народа, причем совершенно какая-то дикая, дикий совершенно синтаксис. Они как-то пытались сказать красиво, но получилось такое вот очень корявое, запутанное предложение, документ выдающийся и в плане культурного уровня этих людей, образовательного уровня. Начинаем документ. РСФСР Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности при Совете Народных Комиссаров. 29 января 1919 года номер 53 Удостоверение Сие удостоверение выдано гражданке Ламзиной Надежды Виссарионовны в том, что отец ее Ламзин Виссарион Михеевич, как организатор Белой Гвардии, служившей более 30 лет жандармом и имеющий на совести лежащие страдания наших товарищей, борцов за свободу, купивших своими страданиями дорогую рабоче-крестьянскую республику, был приговорен ВЧК 4 сентября к расстрелу, что подписью и приложением печати удостоверяется заведующий общей канцелярией, заведующий архивом. Документы, правда, уникальны, совершенно чудовищны и по сути, и по форме. То есть, вот дочери в специальном окошечке выдается официальный документ, что отец ее расстрелян. И все это обличено в какую-то дикую смесь канцелярита, безграмотности и революционного пафоса. Значит, это единственное свидетельство о его расстрелении. Или так? Еще сохранились несколько записок, которые Варвара Виссарионна подавала на службу после его гибели. Записки об упокоении убиенного Виссариона. Раньше было принято записки возвращать после богослужения. Вот, соответственно, поэтому они сохранились. Да, их возвращали, насколько я понимаю, их возвращали вместе с Просфорой. Я один раз так видел в очень маленьком монастыре в Швейцарии. Вот я написал записочку, и после службы мне ее вернули вместе с Просфорой. Вот эта дата его гибели, 8 сентября, дядюшка мой нашел это где-то в опубликованных источниках, по-моему, в известиях ВЧК, там вот эти списки были расстрелянных. Ну и вот, что касается Калитниковского кладбища, ну, всегда говорили, что он похоронен где-то в Калитниках, причем речь шла, что это край кладбища, там есть такой овраг в глубине кладбища, вот где-то, видимо, в этом овраге или где-то около него. Так, а расскажи, пожалуйста, теперь немного не о документах, а, собственно, о биографии Виссариона Михеевича, чтобы мы тоже могли его себе представить, что это был за человек. С радостью, тем более, что у него очень интересная биография. Он родился в 1853 году в селе Дружковке. Это Украина. В то время это был Бахмутский уезд Екатеринославской губернии. Его отец Михей Иоаннович Ламзин был государственным крестьянином. Мы об этом знаем благодаря рассказу Виссуна Михеевича. У него есть такой небольшой, но очень содержательный текст, он называется «Моему другу», написан в форме писем невесте Марии Сидоровне. писал он это во время русско-турецкой войны. И там есть вот такие очень интересные биографические заметки о его происхождении, о родителях. Причем он очень интересно пишет, он пишет, что отец приехал сюда из России, как у нас говорили. Вот такая интересная деталь. Ну вот, соответственно, они жили в Дружковке. Виссун Михеевич закончил уездное училище в Бахмуте, а его отец Михеевич, почему он переехал, он был приглашен управляющим в поместье одного местного помещика. В Бахмутском уезде Екатеринаславской губернии есть село Дружковка. Некогда во время крепостного права принадлежавшая одному из богатых помещиков этого края Корбьину. Отец мой в 20-х или 30-х годах приехал из России, так называли тут Великороссию, в качестве управляющего Головнину, имевшему в Малороссии имение, находящееся в 7-9 верстах от Дружковки. В 40-х же годах, кажется, вследствие смерти Головнина, после которой имение переходило к другому владельцу. Отец, насколько я помню из его рассказа, хотел возвратиться на место родины, но в это время старик Корабьин, как видно, предчувствуя свою скорую смерть, искал для имения надежного управляющего, так как он не надеялся, чтобы его сын жил в имении, который предполагал, как видно, уехать за границу. Выбор Корабьина остановился на моем отце и он не ошибся. Честность, бережливость, предупредительность – вот отличительная черта моего отца. Это говорю не как сын, а как посторонний человек. Из рассказа отца я хорошо не помню, при жизни ли старика Корабьина он переехал в Дружковку или после смерти, но только помню, он рассказывал, что в скором времени после его сюда приезда молодой Корабьин уехал сначала в Петербург, а потом за границу. Таким образом, отец и мать поселились в Дружковке в имении Корабьина. Ну и, соответственно, отец хотел, чтобы Виссан Михеевич по окончании уездного училища занялся бы торговыми делами, чтобы он помогал в лавке, но у него совершенно не лежала к этому душа, и в 1873 году он решил поступить на военную службу. Он поступил в 9-й Уланский Букский полк, а через год был зачислен в Елизаветградское кавалерийское юнкерское училище в 1876 году. Он его закончил по первому разряду, был произведен в офицеры, и, собственно, спустя полгода началась русско-турецкая война, и вот он был участником русско-турецкой войны. А уже после войны, в 1884 году, он был прикомандирован к штабу отдельного корпуса жандармов, и вот уже с этого времени начинается его служба в жандармском управлении. Там он служил, собственно, до выхода в отставку, и последовательно возглавлял несколько губернских жандармских управлений. Витебская, Вологодская одно время служил в Севастополе, тоже возглавлял жандармское управление, есть очень интересные архивные материалы об этом, вообще, надо сказать, что в Гарфе у Овеса Михеевича довольно много материалов дореволюционных, какие-то я посмотрел, но пока что меньшую часть. То есть, ты в Гарфе уже в архивах смотрел какие-то В Гарфе я смотрел, да, но это дореволюционные материалы, вот, либо 102-й фонд департамента полиции, либо, соответственно, архивные фонды непосредственно корпуса жандармов, например, есть замечательное архивное дело о его переводе из Севастополя в Вологду, там, в 1905 году была очень сложная обстановка, ему угрожали расправой, и он подал рапорт о переводе, сославшись на то, что он, как военный, не боится за свою жизнь, но у него дети и тяжело больная жена, которая находится при смерти, ну, и, действительно, Мария Сидоровна вскоре после этого умерла, и этот рапорт вызвал достаточно большое недовольство начальства, были даже такие отзывы, что он чуть ли не дезертир, что настоящий солдат не должен о таком просить, но в конце концов его перевели в Вологду, и есть такое интересное свидетельство о его службе в Вологде, это устное свидетельство, к сожалению, не записанное, просто известное по такому семейному рассказу, моя бабушка с начала 20-х годов по 1973 жила на немецкой улице в двух шагах буквально от станции метро Бауманская, и вот ей рассказывала соседка, которая каким-то образом имела отношение к революционному движению и была сослана, вот она ей рассказывала, что мы все хотели попасть в Вологду, потому что говорили, что там очень добрый жандармский начальник, вот такая вот история, да, это говорили обессону Михеевича, ну и в принципе вот известно, что у него какие-то были достаточно сложные отношения с начальством, его обвиняли в излишней мягкости, но вот опять же по семейным преданиям известно, что он был глубоко убежден в нежелательности арестов молодых революционеров, у него была такая идея, что в тюрьме они получат замечательную революционную подготовку и выйдут уже абсолютно готовыми сформировавшимися революционерами, если их не арестовывать, если не подвергать преследованию, а сделать просто какое-то серьезное внушение, есть надежда, что они вот этих своих взглядов откажутся, вот у него была такая идея. Конечно, спрашивать про советские репрессии и расстрелы за что совершенно некорректно, но все-таки по какой статье конкретно его формально арестовали? Или это просто так называемая революционная логика диктовала? Что ему вменялось, ты это знаешь? Ну, как он был обвинен, здесь информация есть, но тоже по семейному преданию. Дело в том, что летом 1918 года Веселин Михеевич записался в добровольную охрану патриарха Тихона. Патриарх в это время жил на Троицком подворье на Самотеке, собственно, относительно неподалеку отсюда. Верующие москвичи за него очень опасались, ну, потому что, естественно, советская власть, большевики боялись провокаций, боялись покушения, и возникла вот такая инициатива, чтобы, соответственно, на приходах записывались добровольцы, которые готовы были бы дежурить по несколько часов там, на Троицком подворье. Я один раз видел в Центральном Государственном Архиве Москвы в Фонде Московской Духовной Консистории дело с такими списками, но прадеда там я не нашел, потому что там не все приходы, там просто документы по нескольким приходам. Ну, и вот об этом Виссарион Михеевич записал в своем дневнике. Он пишет охрана, разумеется, невооруженная чем-либо. Если была бы вооруженная, я, безусловно, отказался бы. Цель и назначение охраны чисто морального свойства. И он также отметил, что он хотел бы получить возможность оказать патриарху несколько слов о тех ненормальностях церковной жизни, которых многие пастыри стараются не видеть. То есть, он, соответственно, там бывал, он был в этих списках, и вот совсем недавно я видел публикацию, в которой речь шла о том, что был арестован, по-моему, один из членов собора, если я не ошибаюсь, но это надо уточнить, это у меня есть, но, в общем, у него были все эти списки. То есть, соответственно, чекисты имели возможность по спискам просто всех арестовать, ну и, кроме того, конечно, он, будучи жандармским генералом в отставке, конечно, он и без охраны патриарха Тихона был под большой угрозой, но, скорее всего, все-таки посредственно арест был вызван тем, что он значился в этих списках. Списки составлялись по приходам, это утверждалось благочинным, и, соответственно, где-то централизованно все это лежало, но не у самого патриарха Тихона, но был человек, который этим занимался, но это можно найти и, собственно, надо понять, сохранились ли эти списки, потому что то, что я видел, это только какая-то небольшая часть, и, вот, собственно, возникла мысль у нас с дядюшкой моим сделать какую-то мемориальную доску в калитниках, причем подумалось о том, что доска должна быть посвящена именно памяти тех, кто был расстрелян в 1918 году, потому что понятно, что калитники наверное лет 20 служили вот таким местом для захоронения расстрелянных, но какой-то общий памятник, во-первых, он должен быть все-таки каким-то более глобальным, более заметным, во-вторых, здесь должно быть достаточно серьезное историческое исследование, нам подумалось, что можно как-то так заявить о памятном знаке именно в память тех, кто погиб в 1918 году, и конечно для этого было бы желательно иметь какой-нибудь список, может быть не полный, но все-таки чтобы он был на этой доске вот эти имена указать, ну и потом уже думать, наверное, было бы замечательно, если бы мемориал принял участие в этом проекте, вот как-то думать, где именно это могут разрешить установить. Мы разыскали все-таки могилу сына, через весь город на Таганку шли мы в валенках к Летниковскому кладбищу, рощи и кресты, могилы, все завеяно декабрьским белым снегом. Вдалеке трубы завода, где когда-то я жила, цвела и хохотала. Мы бродили долго около конторы кладбища, ждали заказанного креста. Летали галки над березами за индивилами, с курской дороги свистки паровоза, пронзавшую невыразимую скотную. И почему так беспредельно коресно в зимний денек и при пустынно-сером небе эти дальние свистки? Наконец сторож возвратился, немолодой, мрачный человек с рожеватыми глазками. Пойдемте, покажу. Маркел взял у него крест, длинный, свежевытесанный, и взвалил на плечи. Сторож шел впереди узенькой тропинкой между могил, сугробом и решеткой. За ним Маркел с крестом на плече сзади я. Спускались мы какой-то низиной, шли у замерзшего прутка и вышли за ограду. Кладбище окончилось. То кладбище, где почивали с давних лет мирно умершие, приявшие христианские кончины. Дальше шло пространство до дороги, вроде выгона, взбуравленная свежими песками, мерзлыми коньями. Проводник хмуро зевнул. Каждый день таскают. И не надоест анафемам. В грузовиках волокут ночами. Разе с ними выспишься? Здесь кладбище отверженных, убиенных и замученных. Маркел шел слегка сгибаясь под крестом. Вот она, Голгофа наша. Дай. Я подошла, взяла у него крест. Маркел был красен, потен. Могильщик сковырнул лопатой мерзлый кон. Тяжело будет, не донесть. Нет, ничего. Пусть и еще потяжелее. Пусть и иду, сгибаюсь, падаю под ним. Так ведь и надо. И пора, пора. Вот он приостановился у бугра, уже засыпанного снегом. Тут их всех и закопали. Человек пятнадцать. Молодежь все, барышни, мальчишки. История вот этих ранних первых арестов и репрессий времен Красного террора одновременно и меньше документирована и значительно меньше изучена, чем история Большого террора тридцатых годов. То ли тут та же ситуация, как с историей Первой мировой, которая как бы ушла в тень после затмившей ее Второй. То ли про красный террор просто труднее думать и распутывать, ведь это революция, гражданская война и ее последствия, и вроде как кажется, ну что ж, в такой ситуации всегда кто-то гибнет, правосудие ждать не приходится, ну и вообще тут черт ногу сломит. Я попробовала после записи нашего разговора найти в нашей мемориальской базе lists.memo.ru и на сайте открытого списка имя Виссариона Михеевича, но не нашла. Имен погибших от репрессий в самые первые годы после Октябрьского переворота в списках до сих пор относительно мало. Три года назад у нас в мемориале проходила выставка, которая так и называлась «Первая». Посвящена она была первым арестам, то есть буквально с 25 октября 17 по 4 января 18 года, то есть до созыва и разгона учредительного собрания. Куратор выставки, наш коллега и заведующий библиотеком мемориала Борис Беленкин изначально взялся за работу с оптимизмом. Идея ведь простая. Найти имена, фотографии, биографии арестованных в архивах. И все. Но уже в самом начале работы стало понятно, что никакого специального фонда, где можно найти такую информацию, просто нет. Что никто никогда эту историю не систематизировал. И даже просто найти имена совсем не так просто. Мы спросили у Бориса Исаевича о том, как эта выставка готовилась. Да, выставка называлась «Первая». Но идея выставки была смешной, такая скорее. И первая идея была для такой комсомольской отчетности, поскольку это был типа шестнадцатый год. Мы сидели, я помню, и осенью еще Арсений Борисович был Рогинский, и вот что-то обсуждали. Число семнадцать, ну, на семь. Что у нас на семерку есть? Ну, там, Большой Террор, тридцать седьмой год, понятно, ну, и семнадцатый год, революция. И что, революция, ну, когда, вот, восемнадцатый год, этот, как, трассный террор, а семнадцатый год, ну, революция, там, семинары, там, какие-нибудь, ну, вот, что-то такое. И я сказал, а чего я говорю, давайте мы сделаем, я говорю, выставку, она будет стоить пять копеек, ну, условно, пять копеек, я говорю, вот тут, в холле, вот, где мы, в коридоре, сделаем выставку, под условным названием «Они были первые», это такие, так называются книги про комсомольцев всяких, вот, я говорю, они были первыми, я говорю, ребят, ну, половина будет там члена временного правительства, кого-то еще надыбим, как говорится, и фотографии, и будут только фотки с биографиями, и такие первых, кого арестовали большевики, пускай ненадолго, пускай что, ну, вот первые аресты, и я говорю, давайте, значит, вот, и поскольку это не предвещало никаких сложностей, и вот таким образом родилось, ну, а потом уже начался ужас-ужас, вот, потому что ничего оказалось, я думал, что я, кроме члена временного правительства, ну, что-то еще найду, вот, и оказалось, что на эту тему не существует ни одного исследования вообще в человечестве, да, не существует, ну, есть там временное правительство, есть, кстати, тоже не существует, чтобы вот так вот, но справки есть, и в Википедии все окей, и есть книжки, где все, а дальше оказалось, что выявить тема первые аресты не существует, есть аресты временного правительства, ну, можно найти аресты членов кадетской партии, да, можно, если ты, так, в истории, там, про графиню Панину, и еще там про парочку Паришкевича, то есть тех, кого судили, я даже этого и не знал, такие подробности, мне это как бы было не важно в начале, вот, кого судили, и были какие-то еще представления об арестах, буквально двух-трех человек, четырех, вот, вот, а дальше было все сложнее и сложнее, потому что, собственно, ну, где, ну, берешь подробнейшую книгу документов меньшевиков, сидишь два дня в комментариях, выискиваешь в документах, кто там был арестован, потом, ну, дневник Зинаида Гиппиус, конечно, оттуда ты вытаскиваешь, это гениальное, кстати, построение, ну, еще четырех человек, пяти, ну, и, конечно, газеты, оказалось, что абсолютно, да, потом моя коллега, например, Маша Шилова помогла, прекрасно помогла мне, она просто тут же за две минуты нашла в Гарфе фонд 3.14, не помню, фонд революционного трибунала, и ба, и тут я пошел, и, собственно говоря, вот, и, соответственно, этот фонд был потрясающий, совершенно, как я понимаю, целенаправленно никем никогда не использовался, а поскольку, поскольку, да, ну, естественно, все знали, о ком еще знали, я знал, что последние будут Шенгарев и Кокошкин, кадеты, которых убили в больнице, закололи, их закололи уже после учредительного собрания, нарестованы они были до, поэтому, я с вами на были, ну, вот эти хрестоматийные, да, Шенгарев и Кокошкин, и, да, и как только дело трибунала, фактически выявляется до 400 имен, это не все, там есть уголовные какие-то, есть то и все, но там есть потрясающие, конечно, находишь сведения, как генерала Борисова, где бы я еще узнал про арест генерала Борисова, например, то есть, вот где-то есть, но под рукой этого не было, это не было вот так в Википедиях, что для того, чтобы залезть в интернет, ты должен знать, кого ты ищешь, но, на слова первой аресты, аресты 1917, аресты были, вот чего хочешь, выдумывай, ты ничего не найдешь, то есть, ну, вылезет, может быть, графиня Панина, и так далее, вот, и это было потрясающе интересно, потому что выявилось, да, и главный газета, конечно, это газета, который тоже сотрудник мемориала, очень сильно в этом плане, помог, вот, и с газетами, в историчке, вот в новом филиале, в историчке, где современная история, там прекрасная подборка газет, бывшего этого марксизма, ленинизма института, и это газеты 17-й год, все изъятые на обыске у контрреволюционеров попали туда, там есть даже лейбл, это адрес почтовый Мельгунова, то есть, такая нормальная ворованная библиотека, собственно говоря, точно такая же, которая, видимо, сгорела в неоне, это после обысков отправляли либо туда, либо сюда, ну, неважно, вот смысл весь в том, что абсолютно источник, это, конечно, газеты, это вот источник ГАФ, этот фонд трибунала, вот, и было, конечно, красиво, был первый человек, кого арестовали, интересный, был известен просто по часам, кого первого взяли, кого второго взяли, вот, кого взяли третьих, то есть, вот просто арестов, шесть часов вечера такого-то взяли, и из них, первого арестованного, его, собственно говоря, словно, чуть ли не одного из последних выпустили Бурцева, поэтому как бы и собралось, ну, кого-то на неделю арестовывали, и такие попали, мы на выставку были, пять дней, семь дней, месяц, два месяца, три месяца, то есть мы не, сутки нет, там, день, два, три, таких мы все-таки не брали, да и, собственно говоря, сведений там не было, вот, газетные сведения, очень много недостоверных, это все надо выявлять. Что были за тюрьмы? Вообще путаница жуткая в документах, это требует вообще пенитенциарная система Петрограда, вот, первых месяцев большевиков требует это исследование. Кто совершал аресты? Кто арестовывал? Это докторская диссертация, потому что арестовывать могло, там, эти, те, две, военный совет, кто угодно, то есть система арестов, какими нормы юридические, какие, ну, хотя бы такие, как эти, подзаборные бумажки, ну, что был. То есть, ничего комплексного, ничего систематического, ничего на эту тему нет. Я вот говорю, это совершенно, даже исследований по центральному, ну, такому месту, Петропавловская крепость, даже по Петропавловской крепости нету вот такого вот систематика. Там есть, конечно, и что-то по Петропавловску, но нет, то есть, я должен сказать, даже в Питере, даже в замечательном Питере ничего не исследуется. Абсолютно. Повторяю, там что, не тема, и у меня это были просто тезисом, вот тема, за что. Арестовывали. Этнический состав. Любой. То есть, рабочий, пожалуйста, ну, рабочих там мало, ну, министр трудогвоздев, его и освободили через три дня, он у меня попал, то вот тот три дня отсидел. А потом уже 22 года в ГУЛАГе, там было все окей у Гвоздева, но он был как бы рабочий, токарь, вот, министр труда. А из рабочих, нет, там еще один был, кажется, и сведений мало. В газетах написано, арестованы, но без фамилий. И, ну, конечно, там арестовали 20 гимназистов на улице, расклеивали листовки к учредительному собранию. Ну, и какие-то вещи банальные, ну, это знает любой историк, как, первое, ты читаешь газеты, и как большевики закрывают газеты день, да, через два дня выходит, там, полдень, затем выходит газета ночь, затем выходит газета глухая ночь. Это все день, газета день превращается. То есть там степы идут, абсолютно стебаются над большевиками, потому что по формальному призу газета по такому названию. Ну, хорошо, мы меняем название. И публика балдеет все. И это было вот эти два месяца. Газеты выходили почти до учредительного собрания, и еще были газеты. И я, понимаете, богатейший источник, он выходил, а потом уже газеты умирают, и нету, и газеты только архив, и так далее. И тут архив, безусловно, вне всякого условия. Были еще фотоархивы, питерский архив, ЦКГД, я не могу произнести, это социальный архив, кино и фото документов документов в Питере. Было фотографии 15, я там достал, в Гафе около 15, ну и дальше по мелочам. То есть, в принципе, это выявлялось вот буквально таким образом, то есть мемуары, мемуары, газеты и дело. Это просто с чистого листа все шло. Ну, и кроме временного, ума не надо было, все. А это были вещи, при этом были, как мы с моей точки зрения, просто находки, открытия при этом, находки, что был только один Питер, Петроград, никакой Москвы, здесь ни одного москвича, мы не можем, нету Москвы, и это надо делать отдельные, просто отдельные исследования, по газетам московским, почему? Потому что в Москве было огромное количество, в Москве в конце была войнушка, в отличие от Питера, не было войны, никакой, здесь была война, и без войны арестовывали, я имею в виду, период до учредительного собрания, два месяца, собственно говоря, разговор идет, а двух месяцев и пяти дней, или шести. У нас был из Томска человек, вот из Томска был, и известный случай, где-то я зацепил этого человека, и был случай, ну, типа Череповец, ну, условно, ну, и человека в Череповце взяли, а одного на фронте, но этих Череповец и фронт привезли в Питер, а тот сидел там у себя, в Томске, ну, его, наконец, в 20-м все-таки расстреляли, но он был такой, серьезный, не любил этих большевиков, вот, но это были, вот, ничего нет из провинции, никаких, то есть, это только благодаря, трибунал тоже там вся столица, газеты все столичные, московские есть, но там какие-то слухи, один-два человека, и о них ни о какой судьбе не найдет, то есть, в общем, это все ждет, своего исследования, и... Итак, выставка первая была сделана в основном на питерском материале, и охватывала только вот эти первые месяцы. История Виссариона Михеевича, хотя его расстреляли уже осенью 18-го года, на полгода позднее, это та же история красного террора, но уже московская, и ведущая на Калетниковское кладбище. Наверное, мы сможем посмотреть его дело в архиве ФСБ, и обязательно сделаем запрос. Возможно ли узнать точное место, где находились эти братские могилы в Калетниках? Не уверена. Но попробовать собрать хотя бы частичный список, и сделать какой-то памятный знак, кто знает, может быть, это и получится. По крайней мере, это, безусловно, достойная цель архивного исследования, и заполнение еще одной исторической лакуны. Еще одна печальная точка на карте Москвы. Уже после того, как мы записали этот выпуск, захотелось сделать такой небольшой постскриптум. Когда начинаешь углубляться в историю, и исторические документы, и свидетельства, всегда интересны всякие боковые ответвления, всевозможные маленькие пересечения и совпадения. Благодаря выставке «Первые» я обнаружила ордер на арест Александра Ильича Зилоти, известного пианиста и родного брата моей прабабушки, и узнала какие-то неведомые мне ранее подробности о том, как он саботировал работы Мариинского театра в 1917 году. Еще во время подготовки выпуска мы с Петей Чистяковым, нашим собеседником, выяснили, что наши с ним прабабушки учились вместе на одном факультете на высших женских курсах в Москве перед самой революцией. И, скорее всего, были знакомы. Их личные дела, студенческие, мы смотрели в ЦГА Москвы в разное время. А еще до этих курсов моя прабабушка училась в знаменитой Алферовской гимназии. Тех самых Алферовых, которые упоминаются у Бориса Зайцева в дневниковой записи, с которой мы, собственно, и начали наш сегодняшний подкаст. Алферовы тоже были из тех, из первых, и теперь лежат в безымянной могиле в колетниках. А по странной исторической иронии, в здании Алферовской гимназии теперь находится Хамовнический суд. Каждый из этих и миллиона других возникающих сюжетов и судеб заслуживает отдельных историй и отдельных исследований. Так что надо идти в архивы. Вы слушали очередной выпуск «Единицы хранения» совместного подкаста Международного мемориала и Репаблик о тех, кто хочет найти, кто ищет и кто уже все нашел. Над выпуском работали Анна Марголес, Арен Ванян, Мария Меньшикова и Вася Старостин. Свидетельства и документы для нас читал Александр Агаджанян. Единица хранения Единица хранения Единица хранения Единица хранения Продолжение следует...